На библейский портал Экзегет поступил вопрос. От непереносимых скорбей слабеет и гаснет вера. Как быть? Про скорби говорится в Писании достаточно много. Мы можем вспомнить слова апостола Павла в послании к римлянам, где он говорит, что от скорби происходит терпение, терпение – опытность, от опытности – надежда, а надежда не постыжает. В другой книге, книге деяний, говорится о том, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Поэтому связывать слабость веры и наличие скорбей, мне кажется, не очень корректно. Скорби – это достаточно нормальное явление в христианской жизни. Многие верующие, к сожалению, спотыкаются, когда начинают воцерковляться, соблюдать церковные правила, посещать храм. Думают, что от этого жизнь будет как-то легче, но почему-то скорбей становится больше. И вот здесь возникают такие вопросы. Почему я служу Богу и вместо облегчения жизни на меня начинают сыпаться скорби? Если мы обратимся к опыту святоотеческому, то практически в каждом сочинении отцы церкви нам говорят о том, что скорби – это спутник спасающейся души. Если скорбей в жизни христианина нет, отцы говорят – Бог про тебя забыл. Поэтому я желаю никогда не унывать, не опускать рук и не делать такой прямой связи между слабой верой и скорбями нашей жизни. Вера гаснет, вера слабеет от разных причин. Если в жизни человека есть скорби, и он начинает унывать, роптать, перестает трудиться для Бога, то действительно вера может слабеть. Но виноваты не скорби, виноваты наши к ним отношения. Скорби попускается в душе, которая хочет возрастать, которая хочет совершенствоваться, которая хочет достигать новых духовных состояний. Скорби являются средством защиты человека от гордости. Это самый страшный духовный соблазн, самое страшное духовное искушение. Поэтому когда у человека в жизни скорби в виде болезней, в виде одиночества, каких-то разочарований, то в этом состоянии лучше всего обратиться к Богу. Как бы ты понимаешь, ну все, вот от тебя многие отвернулись, ты потерял то, на что надеялся. А вот Господь через эту скорбь, Он стал к тебе ближе. Поэтому мне бы хотелось, чтобы каждый из нас, встречая скорбь, не думал, что это наказание. Скорбь это как раз достаточно радостное событие, как бы ни было это сказано. Потому что в этих случаях Бог к тебе становится ближе. Но единственное, мы должны сказать, что часто скорби попускаются Богом за наши грехи. Если мы видим эту прямую связь, то естественно нужно устранять первопричину. Очень много скорбей в семейной жизни, когда люди не могут правильно выстроить отношения. Мы видим, когда распадается семья и, скажем, женщина остается одна с ребенком. Естественно, это скорбь. Очень тяжелый, очень-очень сложный. И, конечно, вера здесь может пошатнуться, потому что иногда женщина получает такой удар, может быть, незаслуженно. Но как бы то ни было, надо всегда жить так вот рассудительно, думать и помнить, что за все совершенные дела мы будем отвечать, что все наши поступки это посев, это те зерна, которые обязательно прорастут. И апостол говорит, что сеющий в плоть пожнет лени, сеющий в дух пожнет жизнь вечную. Если ты свою жизнь ведешь по Божьим заповедям, в целом скорби принимаются достаточно спокойно. Поэтому пожелаем людям, которые спрашивали про связь веры и скорбей, ни в коем случае не унывать, не делать таких прямых заключений однозначных, а просто проходить эту жизнь, вот по словам апостола Павла. То есть терпи скорбь, за скорбь к тебе придет терпение, терпение родит опытность, то есть мудрость, а от опытности уже будет надежда на Бога, который всегда рядом с тобой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok